здравствуйте друзья здесь демитков юрий я давно не снимал что происходит на бирже но вы знаете сейчас ну во первых я веду курс биржи для чайников поэтому видео сейчас достаточно редко появляются потому что я просто не успеваю все сделать вот а во вторых но с акциями как-то не очень все весело нет дивидендов нет какой-то движухи но движуха есть серьезная на рынке нефти вы это знаете вот и поэтому там все интересное и происходит давайте посмотрим что происходит на рынке нефти но вы знаете что есть конфликт персидском заливе сейчас и что нефть когда объекты в саудовской аравии были атакованы дронами резко выросла в цене но а на самом деле глобальный как бы тренд был на понижение стоимости нефти и что сейчас прямо происходит сейчас прямо смотрите действующий фьючерс на нефть сейчас это октябрьский давайте я покажу сейчас вот посмотрите что происходит прямо сейчас посмотрите сейчас на графике происходит следующее есть фьючерсы на нефть вы знаете что фьючерсы это такое дело которое меняется то есть есть фьючерсы какие-то сказать сентябрьские октябрьские ноябрьские и так далее так вот сейчас на графике вы видите сразу два фьючерса вот этот вот это фьючерс октябрьский и вот это фьючерс ноябрьский я уже вывел на графике почему я это сделал сейчас я попытаюсь вывести информацию вот фьючерсы которые существуют в принципе на настоящий момент но текущий момент сейчас это октябрьский фьючерс давайте посмотрим информация об инструменте октябрьский фьючерс дата исполнения то есть дата экспирации этого фьючерса 1 октября 2019 года то есть буквально ему осталось жить сколько там пять дней до 1 октября но эту неделю и на начале следующей недели сейчас сегодня у нас 26 сентября сейчас я включу так завтра 27 30 еще понедельник и все на следующей неделе во вторник этот фьючерс прикажет долго жить и на первый план выйдет уже вот этот фьючерс ноябрьский у которого будет срок исполнения 2 ноября то есть первый рабочий день ближайшего месяца следующего месяца то есть это ноябрьский фьючерс выходит на первое место давайте посмотрим вот на график что происходит на графике на графике у них есть огромная разница у уходящего вот я уходящий он такой как бледная тень уже выглядит это октябрьский фьючерс которому осталось жить всего там два дня буквально рабочих вот получается что у него сейчас цена 62 68 и цена у уходящего фьючерса приходящего который придет ему на смену 61 76 то есть фактически почти разница в 1 доллар вот а что отражает цена фьючерса да она следует за ценой базового актива и в момент экспирации фьючерса цена фьючерса практически совпадает с ценой базового актива до этого она может как угодно сказать там меняться она может быть выше ниже вы видите что сейчас цена следующего фьючерса сильно ниже чем цена базового актива вот а цена предыдущего она приближается к цене базового актива давайте сейчас я переключу экран на уже другой график вот сейчас вы видите график финвиз и вот крутой бренд это график цен на нефть это цены по которым они реально торги торгуете смотрите 62 60 цена на нет вы видите да вот и еще раз на фьючерсы на нефтяные посмотрите 62 67 то есть в принципе ну на финвизе бесплатные как бы вариант он немножечко с опозданием поэтому наиболее близко финвиз показывает цену на спотовом рынке то есть на рынке который сопровождается непосредственно продажами нефти вот поэтому вот здесь вот 62 66 текущая цена есть предположение что ну как бы смотрите уровень цен на фьючерсы со вторника останется только вот этот этот фьючерсы совсем умрет и поэтому ну что ожидается ожидается глобально посмотрите глобально глобально рынок ожидает уже понижение нефти то есть следующий фьючерс он может быть как выше предыдущего уходящего так и ниже вот но глобально посмотрите следующий фьючерс на самом деле ниже чем текущий поэтому все-таки рынок насколько я понимаю ожидает что нефть упадет что из этого делать но пока как бы я не знаю к моменту экспирации фьючерса я не не могу давать советы на самом деле вот но к моменту экспирации эти вот этот вот фьючерс просто остановится к вечеру в понедельник этот понедельник он буквально сегодня четверг потом этот фьючерс ну как-то они немножечко могут приблизиться друг другу вот собственно говоря что ожидается но если рынок ожидает падение цен на нефть то возможно она и будет почему будет падение рост цен на нефть ну потому что сейчас в общем-то рост экономики замедляется вот и рынок перенасыщен нефтью что может поддержать цены на них цены на нефть может поддержать но грубо говоря эскалация войны в перседском заливе вот вот вы видите что вот здесь вот цена падала 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 падла и значит атака дронов на объекту саудовской аравии которое повлекло за собой сокращение добычи нефти саудовская в саудовской аравии то есть соответственно нефть ушла часть нефти ушла с рынка вот в результате вот этой вот атаки и это привело к какому-то росту цен если сейчас эскалации не будет если договорятся о том что никаких военных действий там не будет то цены будут опускаться опускаться будут ниже чем 62 ниже чем 61 вы видите что в общем стать ну они уже опускались 61 40 это буквально было вчера вот и здесь в общем ничего удивительного не будет если они договорятся то цены на нефть очень сильно упадут на этом можно конечно же заработать то есть локально цена может вырасти к моменту экспирации предыдущего фьючерса но потом по идее она должна падать что делать но сейчас я на самом деле открыл нефть в лонг потому что я считаю что ближайший день два нефти может вырасти но при этом в глобальном плане я купил опционный пут на падение нефти и если нефть упадет то в общем сказать на опционах я здорово заработаю а на фьючерсах но можно торговать на фьючерсах нефти туда и сюда то есть это более оперативная вещь у фьючерсов ликвидность очень высокая то есть их за секунду можно купить продать здесь проблем особых нет ну что касается акций с акциями у нас все как-то по-прежнему единственная сказать как бы момент такой вот но интересный я недавно посмотрел на есть такая компания обувь россии помните значит мы обсуждали ее как-то было время что вот она падала и вот здесь помните я говорил что есть вот такая вот интересная тенденция что очень большие шпильки вверх я их тогда покупал дневной график если посмотреть вот они эти шпильки вот у меня смотрите что было с обувью россии вот я просто наблюдал разные акции вот она подрастала потом падала и вот здесь вот была шпилька эту шпильку я про зевал на самом деле вот то есть что такое шпилька это когда ну покупаются явно очень большие объемы акций вот и после этой шпильки значит пошло падение и вот здесь вот было смотрите вот такое устаканивание и если смотреть на индикатор williams то он показывает что ну вот на этом моменте надо было брать акции и я их взял где-то вот ну то есть и они пошли в рост я их купил очень здорово очень здорово увеличил долю потому что я надеялся вот на такую шпильку что она будет этого не произошло пока пока акции находятся на низком уровне но давайте посмотрим вот ленты бойлинжера сужены крайне и и я жду в общем таки роста не уверен что дождусь сейчас пока полное затишье посмотрите вот в начале 2019 года наблюдался резкий рост и наблюдаться резкий рост вот вот он в июне вот ну то есть как бы я думаю что рост будет он начался вот здесь в январе он и начался вот собственно говоря поэтому не знаю что будет я думаю что может быть в конце декабря стоит брать эти акции ну вот я взял сейчас потому что потому что вот я надеялся на индикатор вильямса и и и и пока пока я не дождался роста вот что я хочу сказать вот видите вот он подорпа они подросли а потом снова значит успокоились потом вчера они буквально упали вот ну из остальных акций давайте посмотрим что у нас есть ну вы тут можете заметить что обувь россии я взял ну как всегда с плечом любимая история вот что с облигациями моими любимыми рус 28 россия 28 которая занимает вообще у меня в портфеле превалирующую роль сейчас они стоят 170 целых 399 процента от номинала то есть 1703 доллара стоит одна облигация доходность у нее там в валюте даже при такой цене там три с лишним процента в валюте купонная доходность 12 целых семьдесят семьдесят пять сотых процентов годовых на номинал то есть каждый так сказать там полгода капает по ну половине от ста двадцати семи долларов то есть очень даже неплохая как бы доход и пока значит я ее покупал по сто шестьдесят пять процентов или сто шестьдесят три где то вот здесь я ее покупал она выросла то есть я получаю еще и доход спекулятивный в размере пять процентов то есть это была очень хорошая инвестиция вот что у меня дальше распадская традиционно значит распадская последнее время падает вот и она упала уже до тех уровней ну на которых она у меня пока вот зафиксирована на самом деле впервые брал по 99 рублей за штуку ну просто потом была ребалансировка я сначала продал потом снова купил поэтому сейчас они у меня сто двадцать два но на самом деле 99 рублей за штуку то есть рост 22 процента вот полиметалл это золото добывающая компания но она выросла вот и собственно говоря пока стоит на этом уровне вот у меня позиция здесь ну то есть это одна из лучших моих инвестиций в настоящее время яндекс яндекс вот упал на прошлой неделе двадцатого ноль девятого вот не знаю в связи с чем я просто сказать ну не слежу он лежит и лежит у меня да сейчас он в убытке у меня новотек новотек вот я здесь как-то его приобрел вот и он у меня что он у меня растет вот сейчас новотек это очень серьезный игрок на рынке сжиженного газа там строится завода и так далее я думаю что перспективы здесь есть система тоже растет последнее время виден да очень даже неплохо газпром я думаю можно брать вот двести тридцать два но двести тридцать два это вот такой как раз уровень когда это кто его знает он либо вверх либо вниз вот поэтому вот так газпром что у меня дальше да распадскую я очень здорово сейчас уменьшил вот сургут нефтегазпрефы это моя боль на самом деле потому что они немножечко упали последнее время вот но все равно они у меня находятся на привлекательном достаточно уровне а это 30 минут сейчас я посмотрю то есть они здорово подрастали да нет все нормально вот они подрастали потом упали ну вот вот у меня уровень на котором куплены акции привилегированные татнефть который я купил в свое время ой они сильно упали а почему сильно упала татнефть знаете почему видите какое падение такое вниз и все а потому что вот это вот дивидендная отсечка я просто не следил за ними вот но я получу дивиденды дивиденды здесь не такие большие в общем сказать поэтому я не слежу ну капнут сколько то потому что там и вложение большое но это вот дивидендная отсечка вы видите вот они накануне дивидендной отсечки росли как и положено им потом дивидендная отсечка то есть я уже получу дивиденды там ну через месяц они придут и значит как-то будет постанавливаться здесь вот это вот это не является падением а даже с учетом дивидендной отсечки я в плюсе это хорошо хорошая инвестиция башнефть смотрим башнефть растет оба в россии мы уже посмотрели и ВТБ ВТБ я оставил там минимальную сумму ВТБ просто чтобы был банковский сектор я не уверен что он вырастет но технический анализ показывает что должен вырастить такой кратенький обзор рынка который я буду регулярно делать по-прежнему буду продолжать вот сейчас я говорю основной мой интерес находится на срочном рынке на нефти там можно заработать за за прошлый месяц мне не удалось там заработать я могу сразу сказать то есть я ожидал падения но вот из-за этих дронов падение цен на нефть не состоялось и я потерял деньги там но сейчас я просто вот там же но уже сейчас у меня я говорю фьючерсы куплены в лонг и есть опционы пут вот такое положение поставьте пожалуйста лайк спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий до встречи